привет чуваки с вами говно да да не удивляйтесь сегодня еще четверка завтра пятница по пятницам как вы знаете говно не работает и мне сегодня навеяло немножко поотвечать на ваши вопросы на все вопросы не отвечу потому что пишут многие спрашивают много всего давай и так вот на что отвечу на то отвечу значит пишет один подписчик дюк фриман сергей прошу заметить сергей не говно а сергей говно в натуре становится человеком чуваки сергей а как вы относитесь к таким видеоблогером как мэдисон и хованский акнефедову сна или сна и сна ильки сна ильки ку очень интересно твое мнение об этих людях если реально вот так вот если честно сказать вот мэдисона его обзоры на игры я смотрел но я просто в игры не играю поэтому мне абсолютно это не интересно а все остальные хованский нефедов и снэйлик я даже не знаю кто это такие если честно я на полном серьезе говорю я бы конечно сейчас мог пойти загоглить и как бы набраться информации но я просто не этого не делаю потому что я действительно я не знаю кто эти люди и как бы и мне бы не интересно может если случайно когда-нибудь их найду где-нибудь и мне кто-нибудь из них понравится я даже подпишусь кто такой нефедов может нефедов и тот который это самый плюс сто пятьсот ведет или снэйлика того может быть который ведет плюс сто пятьсот я не знаю о хотите вам просто про плюс сто пятьсот расскажу я на этого чувака вот на плюс сто пятьсот даже был подписан когда-то может быть год назад но я от него отписался не потому что он типа там кому-нибудь там пидорас или херовый чувак нет как бы любой блогер имеет право снимать то что он хочет это его личное дело просто вот как бы вам сказать у меня просто банально вот надоел через 10 роликов уже каждый раз я включал его новый ролик и приблизительно уже знал что будет обсер будет мат то есть будут какие-то вырезки смешных роликов которые мы присылают и он на них делает значит обсирает их значит делает на этом свое как бы шоу в этом в принципе ничего плохого нету в такой вот культуре вот обсирание других людей да это как бы ну на самом деле смешно но просто мне он реально просто надоел либо может я из этого возраста уже вышел не все-таки 45 лет я посмотрел вот реально 10 роликов и отписался от него я не говорю что говно делает он все как бы ну профессионально но как бы получается вот одно и то же я себя вот нахваливать не буду да но вот мои ролики как уже некоторые люди заметили они непредсказуемые я сегодня говно завтра я гес послезавтра еще кем-то могу стать сегодня улицу снимаю завтра в туалете сижу послезавтра я сижу жру и рассуждают о чем-то там великом как бы я не пишу и великий какой-то блогер да и только начинающий блогер я только учусь но как бы раз уж на меня подписалось больше пяти тысяч человек значит наверное во мне что-то есть но могу стать однозначно я знаю почему на меня подписались бабы из казахстана потому что я красивый вот это я знаю точно это однозначно а вот почему на меня остальные подписались и смотрят мои ролики мое говно как бы я не понимаю вроде как стал понимать потому что мои ролики типа любят люди смотреть говно всякое вот и смотрят если честно если вообще вот так вот честно да сказать то я в шоке я действительно в шоке что у меня пять тысяч подписчиков подписчиков на сегодняшний день по моему я так понял число подписчиков будет расти хотя я за подписчиками никогда не гнался и до сих пор как бы не гону не гонюсь мне приятно конечно что на меня смотрят 5000 человек ну я вот просто реально не понимаю вам шоу в натуре нравятся мои ролики я свои ролики все снимаю спонтанно без подготовки понимаете то есть вы вы вылаживаю да правильно сказать или выкладываю я уже запутался пилю всякую херню короче и все равно вам нравится вот последний ролик швеция богемный квартал да просто сидел записывал и просто там просто какие-то там речи толкал да вот сейчас вот смотрю только один дислайк а 30 лайков как бы это хороший результат значит большинству нравится ну я всегда еще учитывая что один дислайк кто-нибудь там у кого большие пальцы на ипад жмет и у него случайно вместо лайка дислайк будет я сам так кстати по моему кому-то хотел нажать на лайк а нажал на дислайк пару раз такое допускаю как бы то есть не каждый дислайк он дислайк помните мою фразу до долларом как бы доллар долларом как бы все равно доллар а сейчас другая фраза моя записывайте именитая фраза говна дислайк он не всегда дислайк или как я сказал уже сам забыл вот и так подобьем значит сегодняшний обзорчик да такой небольшой почему меня смотрят до люди потому что я красивый ну это то что я красивый вообще бесспорно если бы они бы не был красивым то юлечка бы со мной никогда не жила вот потому что я красивый потому что снимаю всякое говно как бы как бы это снимаю говно и красивый как бы тут это все это как бы не идет как бы вместе но тем не менее почему-то вот как бы идет да вот рома желудь да он вроде и красивый и снимает не говно тут как бы понятно я красивая снимаем говно хер вы знает не знаю потом еще значит кто-то написал мне задал такой вопрос или просто написал что типа как юлечка может жить с тобой говно ты такая типа свинья ты там типа чавкаешь там ты такой сякой ну давайте реально посмотрим да реально смотрите там ну я там чавкаю да я там говорю что от меня там говном воняет что этом в душ не хожу но на самом деле вот так как это сейчас ролик я снимаю такой ну без шуток реальный так это просто все мой ну театр театр одного артиста да я конечно же хожу в душ и зубы очищу и говном от меня не воняет у меня парфюмов он там целые шкафы забиты парфюмами я не пью я не курю я не наркоман ли я работаю у меня есть бабосы я делаю делишки как бы экономические ну как бы я ни от кого не завишу я не лысый я высокий я в нормальной физической форме до средства смотрите сколько у меня плюсов то что я в камере да вот там херней маясь это все на самом деле в камере чуваки на самом деле в жизни я может быть и такой прикольный чувак но все-таки камера это камера это такое как бы шоу говно шоу а теперь реально посмотрите ну жила бы юлечка с каким-нибудь врачом да не с грузчиком а с врачом шведским да ну чтобы улечки была за жизнь если не представляете просто не представляете какая бы это была скучная жизнь да может быть она бы там жила может быть ну круче да там в доме бы я жила с ним ну может там на берегу моря да но все равно это вот шведский образ жизни это считание каждой копейки вы тоже думаете что каждую копейку считаю до этом типа банки собираю чуваки вот сейчас в этом ролике я вот сейчас действительно вам признаюсь банки медь это все это вот я занимаюсь чистой херней потому что мне просто нечем заняться понимаете ну плюс конечно же это экстра хоть какие-то там не мелкие деньги понимаете меня эти деньги в принципе не нужны но такой человек что я вот просто руки у меня чешутся понимаете а юлька бы жила бы с каким-нибудь шведом да но это были бы какие-то вечеринки среди этих шведов которые знаете вот это не описать это надо делать отдельный ролик какие они все-таки шведы чмошные не все но вот основная масса основных их не понять этот менталитет все-таки они такие вот чмошноватые люди то есть надо надо делать отдельный ролик потом я ищу главную деталь не сказал вам почему юлька живет со мной вот мне казалось бы до 45 лет а юльки 33 казалось бы старва для юльки ну правда на 45 не выглядел я выглядел лет на 38 39 я я так думаю во всяком случае еще очень важная вещь да скажу вам по секрету секс чуваки секс когда я с юлькой поверьте мне ну короче поняли почему юлька со мной живет потому что не каждый может так запиндорить как я тут кто-то писал что да у говна там типа не стоит наверное там то все нет они тоже сейчас тролли там начинаю критиковать или что нет я просто с вами беседую чуваки реально реально говорю так как есть у меня стоит вот как как в 20 лет стоял так и сейчас стоит все это знаете почему то что не пью не курю не наркоманлю алкоголь курение все это на потенцию очень сильно влияет я вообще думал что типа в 40 45 лет по себе так судил что все люди такие как я мне юлька недавно сказала что после 30 у многих не стоит по моему 50 процентов уже не стоит после 30 лет понимаете я был вообще удивлен поэтому я понимаю почему юлька со мной живет и так подобьем результат я красивый я высокий я не лысый юлька не любит лысых у меня большие кулаки юлька не любит чуваков с тоненькими ручками я экономически независим бабосы есть секс посмотрите не пью не курю не наркоманлю одни плюсы ребеночка юлечки сделал какого что ребята понимаете поэтому юлечка конечно юлечки не нравится что я такой мудак такой знаешь не помогаю юлечки ни хрена типа там на ютубе все время сижу да конечно юлечки это не нравится да но с другой стороны вот как-то вот меня не было дома пару дней до там уезжал поделить по делишкам юлечка юлечки бабушка пришла да и вот юлечка поняла что без такого засранца как я жизнь становится сразу скучной понимаете поэтому как бы могу сказать однозначно что такие чуваки как я на деревьях просто так не растут понимаете за такими чуваками как я должна стоять в принципе очередь из баб очередь понимаете просто очередь ну сейчас вы посмотрите ролик наверняка напишите мне кучу комментов наверняка напишите что я урод или еще чего-нибудь ладно я на вас не обижусь чуваки мы же общаемся мы же все друзья вообще я собираюсь сделать такую коалицию блогеров блогеров из америки из германии но это все позже потому что не буду воскрывать все мои задумки короче еще роликов будет много я буду снимать лет до 80 поэтому ваши дети еще на меня подпишутся поэтому давайте чуваки такой вот мой вечерний высер да посмотрим чего напишите на этот ролик давайте орать не буду потому что сейчас юлька в натуре спит если за руна меня прибьет давайте чао